Для тех, кто только начинает вязать, хочу предложить очень простое в исполнении узорчик. Это лицевая сторона и так выглядит изнаночная сторона. Здесь только лицевые и изнаночные петли, ничего сложного. Раппорт этого узора всего два ряда и четное количество петель, то есть число, которое делится на два. Набираем четное количество петель и начинаем вязать. Кромочную петельку в начале ряда всегда мы снимаем, не провязывая. Сняли. Далее вяжем две изнаночные, здесь классические петли, одна, вторая. Две лицевые за передние стеночки. И так вяжем до конца ряда. Смотрите. Две изнаночные, две лицевые. Как резинка. Два на два. Две лицевые и две изнаночные. Если вы вяжете бабушкиными петлями, да, я не знаю, как у вас получится узор, пробуйте отзывы и обязательно напишите мне в комментариях. Я вяжу классическими петлями. И в конце ряда две должно у нас получиться изнаночные петельки. И кромочную петельку всегда в конце ряда мы провязываем изнаночной петлей. Провязали. И вяжем второй заключительный ряд раппорта. Кромочную сняли. И все петельки провязываем изнаночными. Все изнаночные петельки до конца ряда. Кромочную также провязываем изнаночной петлей. Ну, а далее повторяем первый и второй ряд. Вот такой простой узорчик. Чем-то он похож на резинку, но это не резинка. Однако, смотрите, и лицевая, и изнаночная сторона, обе стороны смотрятся очень и очень красиво. Ну, что, на сегодня у меня все. Если вам понравился мой видео урок, ставьте лайки. Обязательно напишите отзывы в комментарии. Всем отличного настроения, вдохновения и ровных петелек. Пока!